салюта всем дорогие друзья с вами дода и игра сети skyline и вот она вот она идет то чего мы так боимся с вами цунами причем как вы видите она идет достаточно большим и давайте мы дождемся когда проверим где кстати у нас стоит ближайший буй вот по идее ближайший будет должен стоять вот на этом углу давайте-ка мы его сюда поставим кстати вот так итак давайте дождемся когда цунами к нам подойдет ну и узнаем его во первых силу во вторых поражающую мощь так они тут болтают болтают я запустил давно они все болтают и болтают насколько можно хотя бы вот музычку хоть какую-нибудь на сайте идет идет вода начинает отступать перед цунами так и совсем скоро наш бой зарегистрирует цунами вот он он видит буй вот он буй а вот идет цунами вы просто посмотрите все пошла уже отсос воды и в принципе цунами уже мог будет уже мог среагировать но и так ну вот пошло повышение воды ну пошло повышение воды и вот интенсивность цунами 7 баллов ребятки такого мощного цунами у нас еще не было ёлки-палки вы посмотрите вероятные зоны поражения это же просто обалдеть серьезно цунами еще и оттуда откуда пойдет а это она пойдет вот так вот по реке все затопит вы посмотрите частично у нас весь город то ёлки-палки да так но вот эти промышленные зоны им то вообще сразу же капец так ну чё давайте хоть что-нибудь делать где у нас тут вот эти штуки так чё-то хреновая музыка я прям не могу во вот хоть хоть что-нибудь такое по вещи так даже вот так мы сейчас сделаем вот ставим вот такие волнорезы не знаю поможет это нет вот как-то вот так вот но по идее вот такая сетка должна задержать но каналы но кстати можно и каналы проделать чё уж ну-ка поможет это да что ты будешь делать-то господи сколько минут снести надо нет сейчас вода просто сюда зайдет да и все ни о чем ну как то так давайте попробуем вот эту что ли промышленность защитить сильно кстати а тут вот пишет что не будет удара но окей тогда давайте мы все равно на всякий случай поставим вот тут вот ну что ж такое да господи ты боже мой что такое вообще у меня чё-то прям все залагало к чертовой мать или терпеть такого не могу ну и конечно же вот тут надо поставить такой вот по огромный гигантский волнорез посмотрим я не знаю ребят это просто я жалкие попытки как по мне потому что 7 баллов я вообще не писать сейчас цунами тут будет ну что что там с оценками на самом деле она по реке пойдет вот главная проблема ну давайте попробуем у реки тормознуть господи какие же это жалкие попытки давай 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 вот так хотя бы ну все поехали думал смертям не бывать а одно не миновать господи какой же тут огромная масса воды а нам надо бы эвакуацию объявить но пока что рановато причем общегородскую эвакуацию надо объявлять просто посмотрите вот посмотрите волна просто масштаб волны и наш он городок елки-палки а так ладно все пора общая городская эвакуация пускай весь город эвакуируется возможно мы хотя бы так спасемся что-нибудь бодренькое елки-палки давайте вот это что ли так елки-палки а вообще нет нормальной музыки ой я терпеть могу эту песню давайте вот это что я ставлю ничего веселенького нету по радио а то песню я не люблю потому что там такой звук как будто кто-то вилкой ложкой по тарелке бьет ну чё кстати цинами немножечко замедлилась да пониже по моему стало господи кого я обманываю да так ага так вода здесь пошла уходить и сейчас цунами удалит и мы посмотрим насколько эффективна наша защита ребят вот если говорить честно вот вообще вот вообще ни разу не выглядит что это защита хоть чуть-чуть чуть-чуть уцелеет вообще не на йоту просто мне кажется цунами просто знаете как оголился берег кстати как оголился берег и вода даже уходит от наших водозасасывающих станций но ничего сейчас у нас воды будет по самые не балуйся по самые помидорки все ребят пошло музыка в тему просто на это посмотрите ребят все пошло как я и говорил это вообще ни на ни о чем но хотя бы чуть-чуть ой елки палки оно к берегу становится выше ребят ну как и любой цунами все ребят пошло пошло и звать мамочку бесполезно знаете у нас это почти по самую маковку скрылось обалдеть все я надеюсь люди люди жалкие успели спастись ну надеюсь что хоть кто-то спасся потому что ребятки вы просто посмотрите на это давайте я вам покажу вот вид от дороги вообще видов вот от первого лица сейчас мы посмотрим секунду ребят просто посмотрите на это серьезно она пошла работать но это самоотверженная женщина все ребят готово дело даже не замечает не замечает даже все вышки хренишки все во всех смыло да вот он мне говорит смотри тут затопило пожарную часть да тут вообще все затопило кстати волна идет по нашим разрезающим волнам и даже вообще не колышется вот это вопрос удержит ли вот на это что я делаю ставку потому что здесь естественно еще подъем есть так теперь вот эти быстро удаляем все вещи быстро быстро их удаляем потому что не те не будут давать воде идти назад уж вода уже их прошла все они уже теперь бесполезны да капец сейчас секунду ребята их надо удалить обязательно после воды обязательно удаляем все вот эти вот волна волнорезы потому что они будут сейчас мешать воде идти литься назад хотя бы так а смотрите-ка чуть-чуть отбросило вертолеты вы серьезно будете приземляться в это но это я не знаю все товарный терминал поезд поезд быстрее ох поезд успел а хотя он сейчас вот здесь может под волну попасть нет он успел просто в последнюю секунду все тут кто-то плывет потихонечку пошел ты нахрен со своим изи изи бризи все смыло ребят все промышленности как будто и не было да и смотрите-ка вот здесь волна ударяет и такое ощущение что нифига не указывал что это промышленность не затопит мне такое ощущение что подтопит не сильно но подтопит даже не смогу господи я говорил что этот барьер что-то удержит забыли про мои слова забыли потому что вода пошла дальше вы посмотрите тут водище просто как я не знаю что вот эту штуку надо удалять обязательно ой ёлки палки вот это вот очень хреново все а вот сейчас по реке чё будет это вообще караул да у нас пошли смерти и все такое потом мы становимся вы просто посмотрите чё творится ребят меня слов нет хорошо что тут мост кстати а то мост в этом отношении выглядит спасением как ну здесь вода начала отступать все вода прошла через всю абсолютно промышленность к чертове мать и затопило станцию метро если кто-то думал что у нас станции метрополитена точнее ой станции метрополитена монодельца можно укрыться то нет ну вот я очень надеюсь что вот этот пентаграмма этот пентакль спасет ну и если что тут еще вот есть тормоза хотя тут вообще беспрепятственно валда идет тут тоже ёк ёк горный ты баба ребят вы посмотрите чё тут-то творится тут вода просто забралась на гору и ползет и тут она и наверное железную дорогу затопит это стопроцентно вот наверно вот где-то тут она только по подножию вот этой крутой горы установится остановится простите я тоже заговариваюсь уж поймите меня так теперь вот это можно все удалять потому что вода тут уже хочет идти назад все равно это уже ничего не остановило ну все вот вроде тормознулась вода тут все пошел обратный обратный ход воды пошел да вот они все пошли назад волны воды очень много она пытается стечь ребят вы просто посмотрите что тут творится шкадры из самого настоящего ёкарной бабай апокалипсиса вы просто на это взгляните тут все затоплено тут такое ощущение что воды просто некуда уходить посмотрите тут вообще уровень воды практически один и тот же куда вот это сейчас вся вода вот вся вот эта вода куда она сейчас пойдет сюда тут тоже воды полно да ну и волна конечно же идет по реке по реке она идет и сейчас она затопит так давайте наверное что дальше она уже наверно тут особо никого не затопит давайте выпустим людей да людей можно уже наверно выпускать так восстанавливаем по возможности все что тут можно восстановить так крематорий хренаторий с атомная станция выстояла обалдеть но это принципе не удивительно атомные станции делают такими чтобы они могли так вот эту штуку надо удалить вот так хотят пожарка полицейский участок указывается что вода затопливает здание станция метрополитена обрушилась и тут обрушилась вот это выстояло тут вода встала тут надо дожидаться когда наши отсасывающие службы хе-хе-хе-хе звучало мальца двусмысленно но я надеюсь что вы поняли о каких службах я имел ввиду имел я ввиду наши службы вот они от качки воды кстати между прочим они абсолютно все мобилизованы сейчас 12 из 12 служб катается да но еще не все ребят еще не все вот вода вода пошла по реке и опять таки наша лесная промышленность не пострадала ну там то конечно вот здесь она пострадала вы видите но но тут уже вода внизу в основном как же хорошо что у нас река и пойма первая пойма около реки она такая низкая и тут они все на возвышении за счет дороги так вот это сейчас конечно вот этому зданию не повезет до подорожной службы его сейчас затопит ну и все и вода пошла топить тут все к чертовой матери это не удивительно все смотрите вот все что осталось и круги круги по воде круги куча волн идущие во все стороны волны кстати между прочим тут тут гора прямо воды тут вообще непонятно что тут она ударил а тут она ударилась вот в эту скалу и пошла назад обратная волна пошла видите нас еще может чуть-чуть подтопить ей кстати так давайте ускоримся думаю что в принципе уже можно хоть и чуть-чуть ускориться потому что я вам показывал всё на заметном кадре чтобы мы все успели рассмотреть так ну тут вода ещё до осталось давайте выпустим и и убираем все это безобразие да по городу ужаснейшие идут пробки ничего удивительного в этом нету тут можно вот эти оставить поля хотя не выглядит очень по уродски до 70 ребятушки такого мощного наводнения землетрясение я уж тут тоже заговариваю с вами такого мощного наводнения у нас не было еще так по возможности восстанавливаем то что можно восстановить до вода тут идет и сейчас она вот этот вот сектор затопит маленький да не маленький тут наши героические водонасосные станции откачивают воду помогите мой дом уходит под воду твой дом уходит твой дом то не уходит под воду чё ты мне рассказываешь то своим-то домом все в порядке а вот дорогу сейчас затопит затопит ли мост затопит ли мост вот вопрос нет мост не затопит хотя вот чуть-чуть частично подтопило но мост не топит мост здесь прям будто бы рассчитан на самое большое наводнение нужно чтобы его снесло у елки-палки да машина тут подсносила подснесло тут машина нужно на мосту оставаться ребятки стойте на мосту они вот смотрите даже тут частично мост подтапливает ой ну ну просто смотрите просто впритык вода просто впритык ну все все это штука пошла по реке дальше потом она вернется так смотрим все все волны уходят туда да назад в океан тут тоже еще какие-то непонятные вторые волны третий есть но будем надеяться что потихонечку все разойдется да вот тут частично потоп вот пошла волна которая вновь топит тут нам берег ой слушайте елки-палки тут еще одна волна собралась да как я и говорил вся вода сюда стекла куда и дальше идти река высохла ребят чем самое интересное что по реке еще и движение реки идет в обратную сторону ого после наводнения у нас обмеление реки да еще с воды может начать не хватать на в городе так скопился мусор да это фигня мусор скопился подумаешь так восстанавливаем все что наши аварийные службы смогли восстановить и то что зависит именно от нас ну все ребят вроде как пронесло боже мой а так а нет еще вот 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 видите некоторые вещи тут так снесло что до станции метро но естественно что они все это затопились и им контакт настал чё у нас по пробкам то небось пробоке 77 баллов ну а нормально еще 77 это нормально это по-божески на основном машина вот сюда едут за покупками люди сразу поехали но это логично так ну чё где поток воды то большой такой а вот он разделился вот он разделяется частично туда частично туда а все итак отчеток атострофе погибло горожан 19 это очень мало кстати нам повезло но не будем забывать о том что у нас большое количество граждан спасалась в как они называются в убежищах и вот в убежищах люди умирали потому что они умирали а новые не приезжали в общем вы поняли уничтожено здание 75 железнодорожных путей железнодорожных путей разрушена 164 метра да а какие железнодорожные пути а это наверно вот эти да да нет вот эти все таки что ли да нет тут едут какие железнодорожные пути то малыш ты ничего не путаешь да нет все поезда едут но все друзья я вас поздравляю отбились пережили конечно это еще не все конечно еще вот я вам показываю вид сверху вы видите что еще большое количество различных волн тут гуляет потому что они отразились от от одного от второго от третьего и будут они еще гулять некоторое время океан тут еще долго будет приходить в спокойствие умиротворение но вот вообще волна идет на нас но рано или поздно все таки это все закончится да вот по реке тут пошла эта вода большое количество ее но и хорошо потому что наши водонасосные станции тут активно все засасывают и кстати между в общем сейчас да они столкнутся под два потока и тут будет подтопление небольшое внутри эти они еще колебания воды они еще продолжают в некоторых местах устраивать своего рода на локальные подтопы ну чё как будто бы не было да на прошлой серии где мы 67 тысяч накопили человек вот опять уже 62 говорит что нужны люди и стоит потребность есть в зданиях но кей строим здание чё давай вперед есть потребность ну так конечно же мы ее реализуем так ускоряем игру все тут ситуация разрешилась здесь вода ушла тут мелкие вот эти уже не страшны нам да да они уже не страшны все эти мелкие волны ну и кажется что я все восстановил что нужно значит что у нас получается какие у нас районы пострадали ну естественно что нефтяная промка общая промка горнородная по моему чуть-чуть только пострадала прям самую малость лесозаготовительный комплекс да наш пострадал пострадал ой ой ёлки-палки тут все горит то пожарки все быстрые быстрые пожарки побольше сюда их все молодцы слушайте тут перекидывать огонь с одного на другое давайте пожарные быстрее подъезжайте и тушите все ой смотрите сколько сразу экипажа это ёлки-палки вот так такое дело так вот пострадала ли наша сельхоз зона по моему тоже нет так что ну можно сказать что в основном вот нефтяная точнее не ничего я показываю это обычная нефтяная и лесозаготовительная вот ты промышленность на которой пришелся основной удар так еще нужны люди пожалуйста ну вот как то так а то что светофора нафига не тут не ну тут я верю зачем светофор а тут-то забыл отключить светофора представляете так ну что ж друзья теперь после катастрофы я предлагаю перейти уже к строительству нашего города но пока что мы в принципе только восстанавливаемся и потихонечку ждем но нам нужно новый район делать и вот с учетом того что вот вы видите сами происходит нам вот здесь вот вот здесь в будущем район мы будем делать явно какой-то особый а вообще нам нужно сейчас сейчас что нам нужно нам нужны районы жилые и районы где люди могли бы поработать в принципе наверное вот здесь вот вот в этом секторе можно сделать район для работы попробуем давайте попробуем хотя бы набросим набросим так ну естественно вот это все убираем принципе вообще эта линия по факту да она уже не нужна у нас теперь идет линия сюда и вот отсюда мы будем питаться вот так и вот так такое дело так теперь 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 надо вот здесь вот определиться откуда ну в принципе то вот так и после чего вот такой вот плавный поворот да даже по вещи хотя нет даже вот мы наверное здесь закончим потому что тут вот эта дорога есть вот здесь и сделаем вот такой перекресток насколько это успешное решение я не знаю чем не подсказывать что нет но посмотрим если что разорвем его так но и уже вот здесь вот под углом 90 градусов до сюда до сюда доведем вот такое интересное решение пришло ко мне ну и наверное вот отсюда надо параллельно вот этой линии провести другую линию блин а тут вообще непонятно как ладно начнем с чего-то простого например вот отсюда отведем и сюда отсюда сюда сюда и сюда здесь проведем сюда и сюда здесь сделаем район посложнее вот так например а здесь вот такое необычное продолжение и тоже например сюда такой сложный перекресток будет почему нет чё я не могу себе позволить это могу так продолжаем дальше сюда и вот сюда упираем ну вот так например вот так и вот так дальше будем продолжать здесь вот такие маленькие линии и доведем это конца возможно даже даже сделаем вот эту например ли вот эту например линию сделаем большой ладно поехали дальше здесь до конца доводим так вот тут уже поинтересней сюда и сюда сюда и сюда ну и самое последнее это вот это и все таки сюда нет 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 пожалуйста прямо не надо мне так криво вот так вот так хотя даже даже не так а даже вот так и вот так а я смогу здесь интересно довести ее ну-ка сейчас секунду трусь я о красотень то какая здесь маленькую пешеходную дорожку ставим вот так соединение там и там есть так 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 теперь вот это да вот так вот такой интересный район получился куда то убираем ну посмотрим посмотрим что получится так давайте сначала покроем его водопроводом водопроводом заодно кстати между прочим сделаем вот такое резервное соединение поехали ну не хочется цепляться ну вот как то так теперь задача посложнее это станция метро так ну допустим что я вижу уже готовую станцию метро здесь это просто отлично аккуратно и поворачиваем а здесь вот сюда и вот так и вот так во ну соответственно одну станцию сюда вторую сюда присобачиваем ну интересненько так теперь здесь подземная скажу что они ввели вот этот режим когда можно сносить только под землей не боясь повредить наземные объекты так теперь оп так надо станцию метро сначала поставить да куда я буду везти то а кстати вот до сюда например давайте по моему вот здесь даже очень неплохо смотрится станция метро а а ну вот как то так и конечно же это не все пришло время вот эту станцию расконсервировать отсюда она будет начальный пойдем сюда так здесь станция метро вот например ду 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 ой ой давайте одну вот здесь вторую вот здесь вот так да пускай и станции и метро будут да كان Потом здесь. Куда она дальше-то пойдёт? Хороший вопрос. Давайте вот сюда, наверное. Она пойдёт. Вот так. После чего переброс будет сюда. После чего она пойдёт сюда. И сюда. Во. Отлично. Иногда находишь решение просто потому, что ведёшь станцию метро, и она логично сама упирается. Хотя, конечно, лучше всё-таки, друзья, продумывайте заранее, как всё это будет. Вот я что-то не продумывал. И вы видите, да, к чему это всё приводит. К тому, что приходится изобретать на ходу. Давайте вот отсюда начнём. Мне тут ещё станцию метро надо погрузить, чтобы она тут хорошо между всеми прошла. Она прошла просто замечательно. Так, вот здесь вопрос. Я успею опустить станцию метро под эту линию? Да, успею. Станции метро, линии, точнее, метро, от разных линий, если вы понимаете, чё я говорю сейчас. Короче, тоннели от разных линий метро желательно, чтобы они не пересекались. Так, теперь вот эту линию метро надо куда-то повезти дальше. В нефтянку везти не хочется, а вот сюда и сюда, например, хочется. С другой стороны, вот сюда бы подвезти хоть что-нибудь. Ну ладно. Так. Раз. Два. Три. Здесь две станции близко, потому что вот эта станция будет обслуживать вот этот район. Вот эта станция будет обслуживать вот этот район. Опа! Вот это да. Так, тогда вот это всё убираем правой кнопкой мыши. Ну, кто вот знал, друзья, что тут он возьмёт и не соединит? Ну, вот серьёзно. Вот кто? Кто мог это предсказать? Давайте снесём побольше. Вот, другое дело. Ну, тогда давайте начнём уже отсюда. Ну, это, конечно, вообще... Пссс. Чё, я просто так, что ли, туда тоннель тянул? Для того, чтобы он просто остановился? Ну, нет, конечно же. Сюда и сюда. Вот, отлично. Не забываем, что вот эту станцию надо... Что? Правильно. Включить. Всё. Включаем. Просто перерасходно. Теперь автобусы. А, да, ещё вот тут-то. Кстати, трамвайчики. Ну, для трамвайчиков потом. Для трамвайчиков нужно, друзья, район сразу готовить под трамвайные пути. Просто так с бухты-барахты это всё не сделаешь. Так, ну, автобусные маршруты я даже не знаю. Пока что, давайте, нет смысла их располагать. Просто посмотрим, как трафик поедет. Автобусные маршруты попозже расположим. Расположим, простите. Так, а, да. Что надо точно сделать, это убрать все светофоры, которые здесь появились. Давайте пойдём прям вот отсюда. И вот прям по этой улице. У нас одна одна такая. Большая, я имею в виду. Тут нету. Ну, и тут нигде появиться, в принципе, и не должно было быть. Вроде нигде. Так, это... Почему вот это вот всё важно? Кстати, вот эта дорога потом, в будущем, мы её можем соединить вот так вот. Вот так и вот так. У-у-у, какая классная мысль. Вот эту дорогу соединить вот здесь вот, вот так вот и вот так. Вот так соединить. Очень классная мысль. Пришла мне в голову. И вот эту дорогу с этим соединить. И вообще здесь построить такую развязку классную. Но это я, наверное, за кадром её построю, а потом уже вам покажу. Так, это я глотнул. Потому что уже что-то у меня гуру устал. А, ну так мы 40 минут снимаем, да. Естественно. Так, ну я не вижу, чтобы прям очень большой поток вдруг сюда поехал. Да, стало поудобнее ездить, безусловно. Но не думаю, что это будет генерировать какой-то слишком большой трафик, чтобы тут прям, прям вот всё. Нет, вполне. Так, молнии. А вот тут сейчас аккуратно, потому что молния может куда-нибудь захренакнуть. И будет очень бобо. Когда линии электропередач того... ...очень неприятно. Так, ну и понятно, да, что здесь у нас пойдёт заполнение города сверху и вниз. А вот этот, наверное, сектор мы весь отдадим под... Вот это, наверное, в будущем вот эта промышленность... Ну что я несу? Господи, это боже мой. Вот это жилые зоны, вот эти жилые зоны. Все, что дальше вот этой линии... ...они, наверное, все по итогу уйдут. Я их все снесу. Мы с вами город жилой перенесём вот сюда лучше. Лучше перенесём сюда. А-а-а. А-а-а. Вот здесь мы поставим деловые зоны, для того, чтобы люди могли ехать на работу сюда. Мне кажется, так мы улучшим ситуацию по трафику. Хотя вот здесь, конечно, вот такая нагрузка планируется чё-то. Вот здесь вот. Ну ладно, мы проведём когда вот эту линию обходную... ...легче будет. Ой, извините. Зевнул. Ну что, по-моему, неплохо получается. Но пока что нет потребности, поэтому я не вижу смысла чё-то делать. Ну и к тому же надо автобусный маршрут. Это очень долго, нудно. Я это опять-таки сделаю за кадром. Наверное, пока что... ...нам надо район продлить. Во. Так, ну... Хотя вот это всё же тоже теоретически относится к району, чё. Что уж там говорить. Всё, у нас река обратилась тут полностью вспять. Подпересохла. О, кстати, смотрите-ка. А ещё не все волны улеглись даже. Во, видите, волна? Во, во, во. Видите, вот она? Вот она. Волна. Да, и даже тут, видите, она по чуть-чуть, по чуть-чуть, но подтапливает. Если у нас в будущем здесь будет город, здесь надо очень хорошую набережную делать. Как-то так. Во, вот появилась потребность. Вперёд. Так, ну, для начала давайте вот здесь поставим. Близко к этой. Где ближайшая станция метро? Сразу же смотрим. А, вот она недалеко. Отлично. Это очень хорошо. И даже давайте вот эту станцию тоже. Метро оприходуем. Таким образом. Всё, кстати, по станциям метро. Чего, простите? Серьёзно? У нас общественный транспорт переводит 75 человек в неделю от 67 тысяч? Друзья, что-то явно пошло не так. Нет, ну, это бред полный. Это полный бред, конечно же, нет. Видимо, что-то просто лагает. Хотя. Ну, а что может лагать? Люди могут не пользоваться общественным транспортом. Взамен берут личный, но это тоже смешно. Нет, видимо, после потопа ещё игра не поняла, что люди должны уже ехать. А, слушайте, а я всех выпустил? Да, всех я выпустил. Чё? Вот. Вот убежище. Ноль человек. У нас вообще личный транспорт-то ездит. Сколько в городе пробок? 82% всего лишь. Да, ну вот человек едет. Такие, чуть-чуть-то люди пользуются. Видимо, как-то ещё не отошли они от этого шока. Не хотят люди пользоваться общественным транспортом. Ну, их выбор. Так, я уже опасаюсь. Просто я посматриваю туда. Потому что я опасаюсь прихода новой волны. Кстати, кораблик. Надо обязательно порт построить. В будущем мы это обязательно сделаем. Я думаю, в будущем мы с вами разовьём город прям до очень больших размеров. Но, как видите, эта серия просто прошла в восстановлении. В восстановлении. Если кто не понял, что я сказал. То есть мы уже, в принципе, имели достаточно много всего. Но теперь приходится вот всё это возвращать назад. Давайте вот так поставим. Вот, например, новая станция метро, она должна, наоборот, люди все должны пойти. Ну ладно, понятно, что тут их две, они две рядышком. Это, кстати, классно. Люди будут переходить с одной станции метро на другую. Вот так вот. По этому маршруту. Жалко, что здесь нельзя соединять подземные, подземлёй станции метро. Пешком, я имею в виду, чтобы люди переходили с одной на другую. Ну, то такое. Не так это забавляет, как у нас река течёт одновременно в двух направлениях. Так, на секундочку взять их, отключить, то здесь такое сразу наводнение появится. Кстати, вот, смотрите, видите, река чуть-чуть выходит из берегов. Вот здесь вот. Это, кстати, может быть эффектом от того, что у нас тут опускалась волна. Потому что она обещала нам волна пройти чуть ли не через весь этот... Не по всей реке. Но эти, видимо, обещания уже забыты. 68 тысяч, 69 скоро будет. Ну, всё-таки давайте здесь хотя бы парочку-то автобусных маршрутов поставим. Ладно? Раз. Два. Три. Ну, куда ты? Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Остановок тут. Одна. Две. Ну, давай, вставай. Ну, вот так хотя бы. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так и вот так. Вот эту станцию можно даже поднять. И вот эту поднять. Во. Идеально. Вот этот район обеспечить. Хотя бы. Пассажиропотоком. Кстати, вот тут вот можно ещё тоже одну станцию поставить. А, вот, кстати, у нас есть станция метро, которая... Не востребована почему-то. Вниз. Сюда. 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 Да, это чтобы она забирала людей снизу и поднимала их наверх. Во, вот такой автобусный маршрут, который... Непосредственно людей отсюда, из этой... На вот эту... С этой линии перебрасывает людей сюда. Ну, вот как-то так. Хотя бы. Вперёд. Теперь можно уже вот тут вот, например, заполнить. Вот этот сектор. Ой-ой-ой. Да-да-да-да-да-да. Я забыл о том, что тут надо бы... Поставить, во-первых, поликлинику. Вот. Раз, поликлиника. Заработала, да? Давайте вот тут сразу два поставлю. Крематории. Ну, крематории надо, конечно, ставить... Вот здесь вот. Раз. Ну, вот тут, например, поставить два. Пожарная часть. А, ну, во-первых, конечно же, бункер. Куда ж без бункера? Даже давайте вот здесь поставим бункер. Во. Отлично. Но он не всех охватывает. И вот тут. Вот. Бункер раз, бункер два. Отлично. Мачта тут достаёт. Достаёт. Датчик достаёт. Понятно всё. Так, пожарная часть теперь. По-моему, вот это охватывает всё, да не всё. Нет, тут в данном случае надо поставить их две. Сюда одну, сюда вторую. И полицейский участок. Тут охватывается, поэтому будет достаточно того, что он будет стоять вот здесь. Вот здесь плоховато охват. Ладно, давайте. Один сюда. И ещё один сюда. По школам. Школа-школа. Раз. Начальную школу поставить. Сюда начальную школу можно поставить. Прямо две рядышком. Хотя бы, как минимум. Ну и среднюю. Среднюю надо хотя бы одну поставить вот сюда, наверное. Во. Ну хотя бы так. Тут факультет где-то был. Вот, да. Давайте вот здесь поставим за место института. Просто поставим факультет и всё. Во. Потому что им, конечно же, далеко ездить здесь до университета. Так, и вот что я абсолютно, про что я абсолютно забыл. Это про парки. Парк для выголу собак. Давайте ставим вперёд. Да, чё-то я про то, что людям надо где-то отдыхать и веселиться, я вообще забыл. Ой, сейчас сразу как уровни-то поднимутся. О. Парки для выголу собак. Я считаю, это просто самые лучшие парки в данном отношении. У них очень высокая зона охвата. Ну и вот тут ещё можно. Ой, ну и, конечно же, здесь. А здесь, между прочим, тоже они важны. О. Вот так. И вот тут прям на краешке можно поставить где-нибудь. Всё, сразу, видите, пошло повышение уровней сразу. Тут можно ещё поставить поплотнее. Промышленности это не важно. Промышленности не нужны парки, не нужны развлечения. Там люди работают, они развлекаются. А вот теперь, да, вот, 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 пошли сразу повышение уровней. Особенно вот тут вот сейчас наверняка. Должно встать больше образованных жителей. Ну, станет потихонечку. Когда-нибудь. Надеюсь, во всяком случае. Тут, видите, какая ситуация? Здесь очень многие едут и именно сюда поворачивают. Неприятная ситуация, но ладно, в принципе, можно её потерпеть. Тут вот пробка, однозначно. Ну, тоже можно потерпеть, наверное. Здесь, наверное, с выездом пробка. Да, но тут ничего не попишешь, конечно. Очень много, видите, зданий заброшенных. Собственно говоря, частично, потому что людей не хватает. Зато, видите, как строятся, так они сразу. Всё у нас по безработицам. Тут устроенных 34, доступных вакансий 37. А, видите, у нас сколько вакансий доступно. Вот в чём. Вот в чём дело. Ну ладно. Посмотрим потом, как у нас ситуация стабилизируется. Нормализуется потихонечку. И мы... Кстати, между прочим, 71 тысяча. Вы знаете, что? А вот 71 тысяча. Давайте мы, наверное, с вами и закончим. Да, давайте мы закончим. Друзья. Ну что ж, мы пережили цунами. Хотя после этого, мне что-то кажется, что такое ощущение, что игра как будто чуть-чуть как-то зависла, залагала. Я даже понять не могу, потому что... Ну, серьёзно. Общественным транспортом пользуются 29 человек в неделю. Простите, что... Но мне кажется, что это... Мягко говоря, маловероятно. Вот так. Я скажу. Людей резко стало не хватать вообще на все зоны. В общем, посмотрим. Ладно. В следующий раз что будет. Но цунами мы пережили, и это главное. Всё, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте, если видео вам понравилось, поставить лайк. Вот прям сейчас досмотрите видео, поставьте лайк, если понравилось. Ладно? Также подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК, там объявления стримчанских, там можно предложить игру на прохождение. А только вот вы захотите, чтобы я какую-то игру прошёл, бац, а мне она понравится, и я тоже её пройду, и вы так посмотрите с большим удовольствием. Вот. Ссылочка в описании на группу ВК. Вот. Там же можно ещё много всяких вещей поделать. Дальше, друзья, если вам уж совсем-совсем видео понравилось, то обязательно, обязательно посмотрите следующую серию, ладно? Вот прям, возьмите для этого, надо, конечно, подписаться, это понятно. Но посмотрите следующую серию. Угу. Ну и всё. Всё, друзья, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока.